Друзья, всем привет! Как всегда делюсь с вами своим опытом В данном видео предлагаю посмотреть вам Обзор моей универсальной чеснокосажалки Которая садит абсолютно все Садит абсолютно весь чеснок И садит хорошо Ну кроме конечно чеснока воздушки Так как это там идут уже совсем другие семена И там нужен совсем другой высевной механизм Так, ну и давайте по порядку Для того, чтобы посадить качественно чеснок И при этом еще и получить удовольствие От самой посадки Нужно проделать следующие вещи А именно, весь посадочный материал Разбить на три фракции То есть мелкая фракция Средняя фракция И крупная фракция Другими словами, мы разбиваем чеснок На мелкий сорт, средний сорт И крупный сорт И под эти сорта, под эти фракции Мы подбираем с вами чашечки Три разновидных чашечки Те чашечки, которые будут брать чеснок с бункера И улаживать его нашу землю Только таким способом, друзья Я добился идеальной посадки чеснока Получается, если у нас мелкий сорт чеснока Я применяю мелкие чашечки Если у нас средний сорт чеснока Я применяю средние чашечки И если у нас крупный сорт чеснока Соответственно, я применяю крупные чашечки Друзья, давайте сейчас все наглядно Я вам покажу, как это у меня получилось Ну, я думаю, каждый для себя Что-то возьмет на заметку Итак, приступаем Музыка 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Крупный зубок, средний зубок и мелкий. Мелкий это у нас получается однозубка. О ней я немножко попозже вам расскажу. Но сейчас давайте приступим к крупному и среднему. Как же я приспособился его высаживать. Значит, однозубку пока убираем. И сейчас я вам покажу. Начнем, давайте, наверное, с крупного. С крупного зубка. И сейчас наглядненько вам будет все видно. Значит, для посадки крупного чеснока я изготовил чашечки большего размера. Взял обычные шайбы, увеличенные с внутренним диаметром на 12. Я уже осенью показывал в видео, как я их выгинал с помощью шарика. Так, на этом останавливаться не будем. Это самый оптимальный вариант для крупного чеснока. Если вы, конечно, будете еще крупнее садить, то, соответственно, вам шайбу нужно ставить еще больше. Так, ну и под средний чеснок. Под средний чеснок я взял шайбу, также самую широкую, увеличенную, с внутренним диаметром на 10. Это самый оптимальный вариант для среднего чеснока, то есть под тот, который я засаживаю. Так, ну и давайте поближе. Значит, видим, шайба, еще раз повторяю, на 12, выгнута чашечкой. И в нее отлично, отлично ложится чеснок крупного размера. Также пробовал в этой чашечке садить и чеснок мелкого размера, вернее, среднего размера. И получается следующая картина. Много сильно берет по два чеснока и кидает в одну лунку, что не очень приятно. И не активно будет сказываться в дальнейшем на схожести чеснока. Так что для таких чашечек я применяю только крупный чеснок. Так, ну а с другой стороны у меня цепь перевернутая, вы уже, думаю, заметили. Цепь у меня состоит из двух чашечек, сваренных между собой, то есть среднего и большего размера. Ну и здесь, смотрите, если ложить два чеснока среднего размера в эту чашечку, то они уже никак не помещаются. То есть сажалка постоянно берет по одном зубку чеснока и идет высадка. В таком положении получается у нас идеальная посадка чеснока среднего размера. Так, ну и давайте примерим крупный. Крупный, конечно, тоже сюда вмещается, но, как показала практика, вмещается не всегда. Иногда просто бывает неправильно лежит и, получается, идут пропуски. Иногда через один, иногда даже и через два не может захватить, так как чашечки для него просто малы. Так, ну и здесь показываю вам, как они сварены между собой. Большая чашечка идет у нас и средняя чашечка с обратной стороны. Получается, если сажаем средний чеснок, то большая чашечка не дает проваливаться среднему чесноку. Так, ну и давайте поговорим с вами о минусах этой системы. Сейчас я вам покажу, как я его устранил. Этот минус. Значит, получается, чеснок у нас падает, когда уже переворачивается в шахту на следующую чашечку и едет в чашечке уже до низа. Когда идет уже опрокидывание, чеснок падает не сразу, так как он находится в чашечке, а немножко с опозданием. Пока чашечка не перевернется, чеснок падает чуть-чуть позже. Поэтому, друзья, внизу пришлось мне расширить лейку вот таким способом. И, как говорится, на всякий случай, чтобы подстраховать себя, чтобы чеснок, в случае чего, не выпадал из лейки, приварил вот такую вот квадратную пластинку, то есть страховку. Ну, а теперь давайте поговорим с вами, как же можно садить мелкий чеснок. То есть, в данном случае это у нас однозубка. Также можно высаживать и лук-арпашек такой вот с сиелкой, вернее, и такой вот с сажалкой. Ну, и давайте посмотрим. Если у вас однозубка крупная, то можно применять еще чашечки, конечно, среднего размера, прекрасно садит. Но если однозубка у вас мелкая, семена помельче, то нужно приспособить вот такой вот механизм. Это две пластмассовые трубки и цепь, которая шла у меня из завода, уже под однозубку. Я ее оставил. Вот, смотрите. Первая трубка. Это у нас шахта, только уменьшенного типа. Вот так она выглядит. Взята обычная трубка. Я не знаю, с чего. То ли пленка на ней наматывается в магазинах. Даже не могу вам сказать. И сделаны вот такие вот прорезы. Прорез этот нужен для того, чтобы и шла по нем цепь. Так. Ну, а в середине, соответственно, чашечки. И вот следующая, вторая у нас получается трубка. Это уже трубка идет, которая вставляется, как малая шахта, в бункер снизу. Итак, давайте поподробнее. Значит, убираю я цепь двойную, на которой установлены средние и большие чашечки. И в шахту, в основную шахту, устанавливается теперь уменьшенная шахта. Вот так она выглядит. Я вам уже показывал, да? Вот такая вот трубка. Этой трубкой мы уменьшаем диаметр шахты. Держится легко на одном болту. Вставляется, как видите, тоже легко. Вот вставил, болтиком закрутил. И все, шахта у нас уже уменьшена. Так же само и снизу бункера. Чтобы чеснок не выпадал, так же само устанавливаю уменьшенную шахту. Крепится так само на одном болтику. Вставил, закрутил и готово. Теперь, друзья, как вы поняли, эта сажалка идет уже с уменьшенной шахтой. И в эту уменьшенную шахту теперь устанавливаем нашу цепь с мелкими чашечками. Как вы уже заметили, для того, чтобы перевести сажалку в мелочевку, чтобы садила мелочь, понадобится всего лишь минут 10. То есть, пока там перекуриваете, можно просто перекрутить, поменять цепь и поменять шахты. Вот таким способом. И теперь, друзья, эта сажалка настроена на мелкий чеснок. А в данном случае на чеснок однозубку. И так же этой сажалкой уже можно садить, высаживать лук-арпаж. Вот таким вот способом. Так, ну и сейчас поближе вам покажу. Шахта малая и шахта большая. Вот так оно все плотненько получается. И чеснок наш высаживается прекрасно. Как я уже говорил, получаем удовольствие от посадки. Ну а сейчас, друзья, хочу показать вам весенние всходы озимого чеснока. Всем спасибо за просмотр. С вами был Юрий Воробьев. Кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.